Это саранча. Обзор об растениях. Она летает, у нее есть хвостик. Я вам покажу те зрители. Вот хвостик. Это ноги, которые она прыгает. Вот это глаза, это усики, это крылья. Здравствуйте, мои юные исследователи Пауны Пустоши. С вами в мире животных Кроссаут. И сегодня у нас специальный выпуск, посвященный новому виду насекомых, который только-только появился в рандоме, но уже начал подрывать пулканчики-любители и забывать сменку дома. Наша букашка носит гордое имя Саранча или Саранчоус Пукадёриус из семейства насекомых подрывающих. Этот вид был специально выведен от сами разработчиками и своих предшественников, осометными тассинки и свечка-грыза обыкновенного. Давайте поближе посмотрим на это милое создание анального аннигилирования. Если пристально приглядеться, то можно заметить определенные сходства с осометом. У него также из башки торчат две трубы, а в жопе чешутся четыре единицы энергии. Но посмотрите внимательно, какой у Саранчоуса Пузо. Она очень жирная, поэтому структура этого насекомого почти в два раза больше, а жопа на 20 килограмм тяжелее. Но у меня есть радостная новость для тех, кто хочет использовать Саранчоуса на своих крафтах вместо осомета. У вас нихуя не получится. Вот это поворот! Хотя я вру, оружки эти взаимозаменяемы, поэтому вы легко сможете их примотать крафту изолентой, приложить к нему подорожник, чтобы он не начал чихать, и все у вас будет хорошо. Ну, пока папки-разрабы его не понерфят, конечно. Это не точно. Или точно. Или динарку. Кстати, если надумаете всрать бабло на этот пукан-разрыватель, то ваша сборка жиранет на 340 очков мощи с каждой новой поколкой. А с трех особей это будет более косарика-омика. Как и все насекомые, Саранчоус лучше всего себя чувствует на хаверастике. Их симбиоз позволяет создавать настоящих хищников в пустоши. Особо опасны особи на средних очках мочи, где обитают много газгена-носителей и боеукладчиков. Бедные пушкадристы с бочками в очке и дрономатки с генезис вместо яиц лопаются после пары укусов. Потому что взрывоопасные игрушки из секс-шопа детонируют после ульты Саранчоуса. А ульта у него просто дикая. Если Саранчоусу удалось двойное проникновение в свою жертву, то следующее проникновение увеличивает область подрыва пукана на целых 30%. Из-за этого насекомое может в считанные секунды разобраться практически с любым противником или довести до экстаза любую самочку. Кстати, урон от его яда на 10 единиц выше по сравнению со саметом. Мелочь, но приятная. Еще от Саранчоуса очень сильно страдают ховерасты и гелиавщики. Первые, ну потому что они педобирные дохлики и сдуваются от одного чиха по крафту. А вторые, просто медленные и неповоротливые тугодумные жертвесты. Самые опасные враги для Саранчоуса это пули стрелы. Если Саранчоус спрятан ненадежно, то пули стрелы не составит большого труда отгрызть голову насекомого и отложить туда свою личинку. Но если надежно спрятать Саранчоуса и оставить только торчащие трубы для икрометания, то у него будут все шансы выжить в поединке с противником. На колесных крафтах насекомое тоже представляет большую опасность. Стоит ему только подобраться сзади к ничего не подозревающей жертве, как он сразу начинает наваливать кучу ядовитых каках прямо на голову, да еще и смеется при этом. Ну что, мои юные любители круассанчика, если вы еще не побежали просирать голду на новую имбищу, то самое время клянчить у мамки на донат и кормить отцов-разработчиков. А я буду завершать очередной выпуск в мире животных Кроссаут. Не забудь поставить лайк за мой брутальный голос и написать в комменты свое мнение о новой имбе. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok